Заходите. А что это за красная лента такая? Главное пока на паузу. Какую дверь? Где-то? В трубу? Да и сюда. Ага. Заходим. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешение на съемку мы вам не давали. А вы должны спрашивать? Вы можете выходитесь на рабочем месте. Скажите, с какой целью вы снимаете наше помещение? Я хочу слышать, с какой целью вы ведете съемку. Что происходит? Что происходит? Лариса? Народите, пожалуйста, протокол. Ручку съедите. Сейчас у тебя экземпляра. Один наше. Один наше. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Нет, я посмотрела. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Так, что у нас сейчас? Я сейчас буду задавать. Так, один экземпляр. Один наше. Один наше. Один наше. А. Дорогии, я вас прошу помчать. Я к вам не обращаюсь. Слушаю вас. Сотрудник комитета безопасности, начальник Кировского отделения, комитета безопасности России по Ленинградской власти Татьяна Александровна Губанова. Безусловны, что она в себя? При этом вы Nineveh вопрос еще не сглотит. Мы слышим. Вот теперь, пожалуйста, установили вашу личность. Алексеевна или Александровна? Александровна. Александровна. Прям напротив вопросов пишешь ответы. Старайся так, чтобы уместить все. Очень хорошо. Самое важное. Царева, да? Да, Царева. Так, с какой царевой? Мы проводим проверку на основании обращения граждан, который к нам поступает в комитет, и в рамках федерального закона 212. Очень хорошо. Постановление прокуратуры давайте? Постановление прокуратуры нам не требуется. Мы уведомили все структуры Кировского района. О том, что с 1 ноября... Проверяем? Проверяйте, пожалуйста. В газету приказайте еще. Или постановление о проверке давайте. Не надо мне вопрос задавать, лишь не хотите, чтобы проверяется, как и видно. Ну, мы все уберем. Проверяйте, пожалуйста. Проверяйте, пожалуйста. С 1 ноября начинает работать Комитет общественной безопасности России. КОБРА. Покажи обложку. Проверяйте. 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 Уведомили прокуратуру, уведомили полицию. Видимо, уведомили сняли для отдела. Проверяйте. 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 Нет, я знаю, есть... Так, ну, сейчас я подошу, когда куплю. Я куплю. Круппят о деятельности, которые свидетельство о регистрации. Круппят о регистрации. Я так не вижу. К сожалению. Зачем декларировать? Я тебя посмотрю, да и все. Я в руки не дам. Регистрационная палата Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Свидетельство о государственной регистрации Комитета Безопасности. В скобочках Кобра. ОГРН 22, 11, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 0, и 12. И что это? Это? Свидетельство о регистрации нашей организации. Ну, вы там сказали, социалистической республики. У нас такой нет сейчас. А где это у вас? У вас это где? У нас есть... А как называется наше государство, где мы с вами сейчас живем? А вот ответьте сами на свой вопрос. Как называется государство, которое вы сейчас... Записанные для Кости. Как, что он ответьте? Где находится территориально? Ваше государство. Где находится там? В конституционной написи. Ой, слушайте, ну, эти философские вещи... Философские. 200 километров от берега. На шельфах. А мы на территории коренной народ. Коренной народ? Да, конечно. Извиняюсь, откуда родом? Коренной народ. Вы знаете, с МЕЦа можно потом... Давайте кому-то... Нет, приходите потом. Да, с МЕЦа можно потом... Ваши данные. Иваницкий Михаил Викторович, начальник Кировского отделения. Иваницкий Михаил Викторович. Начальник чего Кировского отделения? Чего? Вот это вот. То есть вы как бы понимаете, о чем идет речь. Я не думаю, что... Ну, дальше что. Вы являетесь руководителем вот этого отделения, да? А у вас главные предприятия где находятся? В Санкт-Петербурге. Адрес какой? Финляндский паспект. А генеральный директор кто? Гайра Бекков Беслан Исванович. У вас есть доверенность от этого человека? Предоставьте нам, пожалуйста. На основании. На основании моего запроса? Не обязан. Не обязан. Не предоставим. Не предоставим. Свидетельство, удостоверяющее вашу личность, то есть паспорт, вы можете нам предоставить? Нет. Нет, отказывается. Паспорт предоставить, отказался. А ваши полномочия какие? А вам какое дело? Я задаю вам вопросы, значит, мне есть дело. Я вас спросил о ваших полномочиях. Нет, ну вы все... Вы мне ничего не сказали вообще конкретно. Я все вам сказала. Да ничего вы мне не сказали. Вы мне протянули какое-то удостоверение, которое вы мне в руки не даете. Я не дам удостоверение вам в руки. Ну вы не милиционер, чтобы мне что-то не давать. Кто вы сказали? Полицейский. А про полицию можно потом чуть-чуть дальше. Нет, об этом мы говорить не будем с вами. Да. Об этом не будем. Ну как хотите, мы не будем. У меня первый вопрос к вам. Значит, полномочия. Вы находитесь на территории РКС и НРК. Будут записывать? Дальше продолжаем. Да, полномочия. 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 Отказался. Предоставить. Татьяна Александровна. Отказался. Предоставить. Почему вы все здесь находитесь без масок? Вот вы мне скажите, а? А почему вы должны находиться в масках? Покажите на основании чего? Показать? Да. Есть распоряжение. Мы уже посмотрели. Здесь все не печать. Покажите нам, пожалуйста. Чтобы очевидно. Мы посмотрим в наличие. Разделки являются исполнительной власти. Покажите законодательную. Поэтому маски реплины и дательны. Исполнительная власть она не берет права. А вы все хоть инфицированные? Вакцинированные? Нет, конечно. Мы не товар, мы человек. Так, Михаил Викторович, вы можете нам сейчас предоставить устав в вашей организации? Устав это в центральный офис. Владислав нет, да? Понятно. Послали в центральный офис. Запрос делайте, предоставим. А вообще на сайте это все есть, на интернет-сайте. Спасибо. Так, устав отказался предоставить. Еще раз повторяю. Когда еще было передано имущество магистрали сети, тогда есть баланс СССР на баланс Российской Федерации. Еще раз. И кто является балансодержателем имущества сетей ваших? Еще раз. А еще раз, а на иконе. Поначалу. Когда и кем было передано имущество? Какое? Магистрали сети, баланс СССР на баланс. А что такое магистрали? Ну, не знаю. Ну, вы же сейчас занимаетесь, да? Чем? Чем? Вы балансодержатель? Арбузами торгуем. Вы балансодержатель? Хорошо, что у нас с едиосъемка ведется. Арбузами торгуют они. Я думаю, что да. Понимаете, вот как вы меня спрашиваете, я в таком плане вам и отвечаю. Понятно. Да. Ну, хорошо, не хотите. Значит, ответа не последовало. Так, это помню. Так, чем отличается поставка, чем не нравится поставка электроэнергии? Услугой, ресурсом или товаром? Товаром. Товаром. Конечно. Товаром. Понятно. А у вас есть вообще полномочная и собственность? А в чем отличается понятие между услугой, ресурсом и товаром? То есть вы продаете населению товар в виде электроэнергии, получается. Но вы не предоставляете услуги никакие, да? Услуги не предоставляете. Продаете товар. Слушайте, я не пойму, что здесь за допрос происходит? Вот этого я не пойму. Допрос не происходит, общение с вами, мирное. Мы не нарушаем никаких законов, никому несем, угрозу никакую. Мы просто с вами общаемся. Угрозу вы несете. Знаете, какую? Записывайте. Почему люди без масок, первое. Почему люди не вакцинированные, люди уже, ну, понимаете, если хоть один человек вот здесь вот после вашего посещения у меня заболеет, вот тут же ждите от меня очень интересную вещь. Вы нас не запугиваете. Я вас не запугиваю, я вас просто предупреждаю. Да вы вас тоже пришли, предупреждите. Давайте, предупреждайте. Не бумага, а предупреждайте. Не надо с вами так общаться, что перед вами сидит женщина. Ого, Господи. Предоставьте нам. В данный момент немало. Нет. Нету лицей. Не предоставлю. Нет, да вы ее нету. Так, давайте у вас какой основной вид деятельности? Основной вид деятельности экономических, как вы? Не в курсе. Не в курсе. Понятно. Успела вырезать? Да, да. Какими правовыми актами, нечаями, юридическую силу и условно применимыми установлено право коммерческих организаций на предъявление требований к населению на оплату аферт, которые вы называете кританциями? Какими правовыми актами установлено аферту называть кританцией на оплату электроэнергии? Записывайте. ФЗ-35, если вам это о чем-то говорит. Записывайте. Я его все записала. А вы уже записали? Под вопросом. От какого года, если вы так знаете хорошо? Он никакого отношения к этому вопросу не имеет. Мы хотим ждать ответ на основании чего вы предоставляете квитанцию, которая приходит каждый месяц в начале месяца в ящики жителя. Ни печати, ни подписи. Пишите какую-то, извините, киловатту. Вы что, киловатты продаете? Или что вы продаете? Нам это очень интересно. Вообще-то все оплачено. Все оплачено. Так, идем дальше. Значит, о чем говорится? Нет, 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 нет. Это еще не дальше. Я вам сейчас продолжу. Какой там еще? Хотите еще закон? Какой написать? Тридцать пятый ФЗ. Ага, записывая. Электроэнергия. Сэ. Об электроэнергетике. Ну вот так просто сказать. Я слушаю дальше, как вы что еще можете сказать. Давайте что еще? С подзаконными актами. Точка. Постановление. 442 с подзаконными актами. Которое устанавливает права и обязанности все граждан, проживающих на территории Российской Федерации, получать и оплачивать электроэнергию. Электроэнергию наше предприятие в лице Кировского районного отделения реализует юридическим лицам. А вы-то не имеете права записывать. Да, что? Я не знала, что я в нашем помещении могу быть ограничена в своих действиях и физическим лицам. А можно вопросить, что такое в вашем понятии физическое лицо? У меня вопрос. Вы мне задали вопрос, я пока еще на первый вопрос не отвечаю. Нет, физическое лицо, я пишу юридическое лицо, запятая, физическое лицо. Как в вашем понятии, что такое физическое лицо? Мы вообще-то потребители, по закону во всем, потребители. Пишите потребители. Нет, вы написали, я пишу физический, как вы нас оговариваете физическим. Поехали дальше. Физическим лицом? Электроэнергия Производится На генерирующих станциях Построенный кем? Построенный кем? Еще кто хочет спросить? Я хочу знать, кем она построена Вы построите станцию Вы построите станцию А я пока еще не ответил на свой Точнее на ваш первый вопрос На электрических станциях Которые делятся на атомные станции Гидравлические станции Тепловые станции Чтобы произвести электроэнергию На атомные станции Необходим ресурс А именно Сырье Которое производится На других предприятиях Ничего не записывайте Пишите А зачем Мы уходим от темы? Мы задали вопросы Вы нам какую-то извините Мы задали вопрос Кто мы? Мы потребители Очень хорошо Я задала вопрос Чьи станции Это вы построили? Мы потребители У вас есть лицензия Подъявитель администрации Нет, у вас есть лицензия Есть лицензия Лицензия Есть лицензия Но вы ее не предоставили Договор с обмором Потому что она находится В центральном офисе А почему же у вас-то копии-то нету? А зачем мне копия лицензии? Как можно работать на рабочем месте Без документов? Вы ее видели, эту лицензию? Конечно, я видел Но ты хочешь, что у вас на рабочем месте А отсутствует? Она должна висеть у вас в коридоре? В вашей лицензии А придите, посмотрите, что в коридоре висит Вы вот заскочили сюда А в коридоре не посмотрели Идем дальше О чем говорит по опутной оферте? Да мы еще пока не дошли Мне интересно, какую лицензию Вы хотите видеть Есть приказ комитета По тарифам и ценовой политике О том, что мы являемся Гарантирующим поставщиком Центральной энергии И мы на основании этого приказа На полном основании Поставляем электроэнергию На территории Ленинградской области Наш комитет является юридическим лицом А не государственным инструктором Да, да Поэтому его полномочия Мы еще тоже будем запрашивать Гарантирующий поставщик А кто у вас гарантирующий покупатель? А приказ-то покажите, пожалуйста Кто подписал приказ? Потребителем, покупателем этих предприятий Что вы придумываете? А не население В общем, ничего не знают Так, давайте, пожалуйста По вопросам Девятый пункт у нас О чем говорит Куаркут на оферте? На опере, думаю Нет, я спрошу вас Я-то знаю Куаркут на оферте? Да А о чем говорили? На какой оферте? А которую вы называете квитанцией? Так это квитанция или оферта? Так это что? Квитанция это не оферта Что такое оферта? Вы переведите на русский язык Хотя бы это слово Предложение Ну, так квитанция это не предложение Это требование по оплате Зачем выводить? Это адвокат Не надо защищать его Вы не адвокат? Я адвокат Если вы хотите знать Женщина Мы в ваших услугах не нуждаемся Ну я нуждаюсь Значит, Куаркут вы не знаете О чем говорит на оферте А по каким причинам на оферте Которую вы называете квитанцией Отсутствует указание территории Совершения юридически значимых действий Отсутствует подпись главного бухгалтера И руководителя организации Потому что это типовая форма Потому что это типовая форма Аферт, наверное, да? Ну как бы, понятно Они даже не знают, что это отчет о том Что оплачено уже все Вы хотя бы открыли этот Куаркод и посмотрели Не вводите в заглуждение никого Ни себя, ни народ Вы все придумываете Мы ничего не придумываем Надо вам образовываться Ну, следующий вопрос Кому принадлежат банковские реквизиты Выставляемые в офертах Которые вы называете квитанциями? Коммерческая тайна Коммерческая тайна Вот, коммерсанты Вы не госусловия Кому принадлежат банковские реквизиты Выставляемые в офертах? Коммерческая тайна А деньги платит народ Какой народ? Вы платите деньги? Какой у вас лицевой счет? Поясните, вот сколько вы заплатили и когда? И какие ваши квартиры отключены? Вы можете помолчать. Вы не скорбейте людей, Паша. Принесите решение суда. Не скорбейте людей. С вами будем отдельно разговаривать. Отдельно вы бы с вами разговаривали. Да, они просто не понимают. Какому ГОСТу соответствует данная бумага и какой статус документа имеет? Вы знаете, что такое ГОСТ? Знаю. Государственный стандарт. Когда он пересматривается? Каким образом? И где утверждается? Я задаю вам вопрос к руководителю. Вы отвечаете, мы фиксируем. На каком основании? Еще раз спрашиваю. Основания были предъявлены в начале нашего общения. Это не основания, поверьте. Так, все. Какими полномочиями и на основании какой нормы должностные лица выполномочили себя заключать договора, взяли на себя право без согласия владельца персональных данных обрабатывать их и передавать третьим лицам? Назовите норму. Третьим лицам мы ничего не передаем. Квитанция выходит запакованная, и мы никому вашу информацию не передаем. Что прекратите нарушение. Он, по-моему, 443, по-моему, сказал. 442. 442. 442. Так, имеются ли факты и не органы власти, чтобы мы вам отвечали на такие вопросы. Вы не хуже, чем прокуратура. Это вы еще узнаете впереди. Вы узнаете это впереди. Хорошо. Так что имеются факты включения? Я же вам сказал. Да, понятно. И документально можете сейчас подтвердить ваш статус гарантирующего поставщика? Об этом мы уже тоже говорили, если вы... Вся информация в открытом доступе. Никто вам ничего не должен подтверждать. Все документы в средствах массовой информации. Берите, читайте. Если у вас есть интерес, открывайте интернет. Вся информация для вас. Зайдите на наш ресурс, на наш сайт. На нашем сайте вся информация. Мы не к вам пришли, не к вам обращаемся. Я представляю эту организацию. Я такой же член этой организации. Сотрудник. Так, сотрудник. Помолчите, сотрудник. Так, и, значит, Михаил Викторович, подседший вопрос. Это вот, значит, для информации, что включает в себя территория Российской Федерации. Статья 67. Территория Российской Федерации включает в себя территорию субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Второй пункт. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юридикцию на континентальном шельфе. Континентальный шельф Российской Федерации, также называемый российский континентальный шельф, это континентальный шельф, геологически определяется как весь континентальный шельф, примыкающий к побережью России. В Международном же праве Конвенция по морскому праву более узко определяет протяженность шельфа, как охранное, океанское дно и недра погодных районов, которые находятся под суверенитетом России. То есть на морском, не коротко говоря, юридикации. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Неправильно. Кребет Ломоносов к чему относится? У вас свое, видимо, территория Российской Федерации. Только в этом у вас секрете, да? Ну хорошо. Это у вас все в секрете. Это у вас все в секрете. У нас все прекрасно. И, по крайней мере, этот вопрос никакого отношения не имеет. Но вы же представляете дать Российскую Федерацию. С 1 июля 2021 года в юридикте РФ вступает в силу поправка, то есть уже вступила. В статье 349.6 Трудового кодекса Российской Федерации госслужащие РФ должны доказать, что они граждане РФ. Я не госслужащий. А кто? Вы куда пришли? Вы в какую организацию пришли? Причем государственные служащие? Как вы сказали статья-то? Ну, скажите, 339-я? 349.6 Трудового кодекса Российской Федерации. В 1 июля вступила в такую силу. Все обязаны доказать гражданскую РФ. Гражданство у нас есть. Это одно к другому отношению не имеет. А гражданство Российской Федерации у вас есть, да? Причем государственные служащие и гражданство. Да. Это самое главное. Ваше гражданство. Вы можете его подтвердить? Вы гражданин. На каком основании мы вам должны такую информацию оставлять? Вы ведете коммерческую деятельность. Вы должны знать, кто вы и где вы ведете. Мы прекрасно знаем, кто мы. Где вы ведете себя? Вы поясните, кто вы и на каком основании вы нам такие вопросы задали? Мы в самом начале это рассказывали. Причем Российской Федерации. Товарищи, опять отмечаешь? Приходите. Продовидение. Товарищи, просьба, смотрите. Граждане без масок. Группа пришла. Подождите. Второе. Граждане. Здравствуйте. Ну, представился же человек непонятно какими удостоверениями. Я этой организации не знаю, честно говоря. Но меня самое главное больше, знаете, что напрягает? Они все, как сказали, не вакцинированы. При этом они пришли сюда, вот такая плотная масса людей, и начинают с нами общаться. Если у меня завтра хоть один сотрудник заболеет, и не дай бог вот этим ковидом, что я буду делать? Ну, здесь вот четко все просматривается. Самоуправство, ты-ра-ты-ра-ты. Просьба принять меры. Вот и все. Ну, и, соответственно, блокируют работу. Кто пришел? Кто пришел? Вот люди, которые сидят без масок. Они посторонние люди, которые пришли, которые все посторонние какие-то законы читают, неизвестно откуда взятые, с целой петиции вопросы задают по прокуратуре, по органам власти, по еще каким-то вопросам. Которые к РКСНР бы никакого отношения не имеют. Встали все и покинули наше помещение. Ну, вы признаете же своего президента? Признаете, да? Мы признаем президента, в отличие от вас. Каз президента от 5 февраля 2021 года об упразднении всех федеральных исполнительных органов. Вы все закрыты. И юридически вы все ликвидированы. Ну, что же делать? Не вас, президента. Спасибо. А это статья 64. Понимаете, нет, по удалению этих граждан из нашего помещения. Это невозможно. Потому что, я говорю, если вы на самом деле... Рабочий день, но вы должны работать, а не сидеть вот эти вот эти вот расположения. Молодые люди в масках в черной форме, предоставьте свои полномочия. Это полиция, которая защищает интересы и ваши, и наши. И охраняет вас. Что-то недопонимают. Что-то недопонимают. Молодые люди, удавитесь. Документы покажите, пожалуйста. Вы можете на какой-то момент снять масочку, чтобы мальчишка слышала, потому что речь не связана. Речь слышна. Мы слышим, в отличие от вас. Мы уже встречались с вами. Документы покажите, пожалуйста. Я не узнаю у вас, кто вы. Сотрудник полиции. Оракчеев Алексей Сергеевич. Как вы меняете? Оракчеев Алексей Сергеевич. А вы молодые люди, кто? Полицейский. Старший сержант полиции, солицы. У вас обостоверение есть, да? Да, пожалуйста. А обостоверение кем выдано? Что значит кем? Кем выдано обостоверение? Вы будете смотреть? Ну вы можете сами зачитать. Да, можете сами зачитать. Зачитайте все. Что вы зачитаете? Ну, кем выдано обостоверение с персональной, там инициация, которая выдано обостровала. Ваша должность? Я же сказал мою должность. Коя должность ваша? А мы с вами будем здесь общаться? Может, мы выйдем тогда на улицу? А мы вас не приглашали? Мы вас не приглашали. Мы принимаем свое помещение, не ваше. И пригласили сюда их мы, а не вы. Понимаете? Для того, чтобы вы покинули это помещение. Не мешайте рабочему процессу. Люди работают. Станьте, пожалуйста, и покиньте наше помещение. Если у вас есть вопросы к органам власти, пожалуйста, идите к органам власти. Не в РКСНР эти вопросы выясняйте. Мы пришли по заявлению граждан. На каком основании пришли жизнеобеспечивающих ресурсов? Вот этот вопрос мы не выясняем. Здесь нет никакого скандала ничего. Точно так же могут и к вам прийти. Вас это вообще не касается. Кто вас вызвал, молодые люди, которые... Я вызвала, я заместитель директора этого помещения. Что еще? Какие вопросы? Допиши. Она заместитель директора этого помещения. Этой организации. Уорка СНРГ. Кировское районное отделение. Если они считаются не государственным... Сотрудники, Малик, помолчите, пожалуйста. Молодые люди, значит, вы представились сотрудниками полиции, да? Удостоверением вас выданы МВД. МВД? От МВД получили? МВД. А вы знаете, что у вас лишили всех ваших функций? Выписка приготовлена из... Буквально свежая вчера. Сняться потом будем. Так. У вас все ОКВДы, которые раньше принадлежали полиции, охраны общественного порядка и прочее, прочее, они у вас все ликвидировали. А решили? Да, и защита ОКВД это основной экономический вид деятельности. Молодые люди, я сейчас с вами разговариваю. Будьте внимательны, да? Не надо мне угрожать, товарищ Савченко. Это поясняет мою личность, поэтому если будут поступать угрозы, за мной стоит моя структура. Моя организация под названием Комитет Безопасности России. Поэтому в мой организм уже там шепчутся с полицейским, да? Хотят применять очевидно какие-то камни меры. Вы знаете, я вам сейчас сразу скажу, что я вас не боюсь. Я вас тоже. Вас никто не пытается пугать для того, чтобы вы нас боялись. Незачем бояться. Нам не надо бояться. Идите, занимайтесь в другом месте своей общественной деятельностью. Вы собираетесь. Вы Комитет Безопасности России. Не вменяем. Молодые люди под названием полицейские. Значит, у вас должна быть, согласно 615-му закону от Колокольцева, доверенность на ваши полномочия. Потому что ваше МВД является юридическим лицом. ОГРН 103-77-300-29-620. Юридическое лицо. Зарегистрировано город Москва. Улица Житная, дом 16. Вот эти молодые люди. Так, Колокольцев Владимир Александрович, министр внутренних дел. И вот с недавнего времени вас просто ребята всех подставили, так сказать, полицейские. Вас отобрали ОКВД, которые раньше принадлежали полиции. Сейчас у вас остался только ОКВД 84.19. Вечером у вас кто-нибудь на улице дернет? Деятельность федеральной. Я с вами уже прекратила общаться. Значит, ОКВД вас... Давайте туда. Чего вы здесь делаете? Если со мной прекратили общаться, это мое помещение. Мое. Покажите аренду помещения. Покажите аренду помещения. У кого аренду эти помещения? У какой страны? Вы сделали помещение? Полицейские. Значит, у вас только один ОКВД остался. Послушайте, как вас подставили. Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей президента Российской Федерации и территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти. Зато остальные лицензии у вас идут. Деятельность объектов, пауксовой торговли, издание книги, издание журнала. Чем вам разрешено? Вы понимаете, что вы платируете работу нашу? Деятельность в области звукозаписи, издание музыкальных произведений, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и так далее. Деятельность в области, в области, в области, в области. Посмотрите мое помещение. Это помещение, докажите, что оно ваше помещение. На морском дне, согласно Конституции. Один, еще раз повторяю. Не надо на меня смотреть вот такими глазами. Я вас не понимаю. Они арендуют это помещение. Я еще раз повторяю. Вы не понимаете, о чем мы говорим. Это вы не понимаете. Зачем я сюда пришла? Я же вас спросил, хребет Ломоносова. Вы даже не знаете, что это такое. А вы мне начинаете ошельфить. что-то рассказывать. Вы мне даете статью, которая совершенно из другой оперы. Ну, и какие бумаги я должен смотреть и проверять? Я так понимаю, что вообще вы ничего не должны. Ну, он на все вопросы ответил. Надо до конца опросник Задача зайти. Задача сожжать на таком perceive. Вы знаете, введем вот и маленький итог. Люди не понимают, чьи помещения, какие должности, что их означает. Их деньги получают из государства. За что вы получаете деньги? Из федерального бюджета. Из федерального бюджета получают деньги. И еще кто вообще они. То есть по второму разу, что мы уже собираем данные. Мы что, он отвечать не собирается. Так, все. Значит, директору этому юридическому лицу мы оставляем указ президента 71 о упразднении федеральных органов исполнительной власти. Торговая компания Российской Федерации закрыта и упразднила все свои исполнительные органы. Мы оставляем статью 64 Уголовного кодекса РФСР измены. Значит, директору этому юридическому лицу мы оставляем указ президента 71 о упразднении федеральных органов исполнительной власти. Торговая компания Российской Федерации закрыта и упразднила все свои исполнительные органы. Мы оставляем статью 64 Уголовного кодекса РФСР измены. Еще раз добрый день. Здравствуй, страна. Хочу сказать, что второй поход в организации под названием, как мы планировали сегодня, Роспотребнадзор, потом налоговая, которой не было руководителя Петроэнергосбит, тоже в которой в другом году не оказалось. Руководители, я рекомендую, что не крайнюю информацию не дали, потому что в одном кабинете сказали, что руководитель придет сейчас после обеда, в принципе, 15 часов, а мужчина, который со мной участвовал, что нет, руководителя не будет. То есть руководитель, я очевидно понимаю, что его предупредили, он просто решил не общаться с нами по каким-то своим личным соображениям. Ну а то, что происходило в РКС Энерго, в компании, которая взимает плату за электроэнергию незаконно, мы сами видели. Так что наш день подходит к концу, наша деятельность. Но самое интересное, опять прибыли полицейские, видели, да, и когда я им стала рассказывать, что у них нет полномочий, мы были уже в коридоре, и как берете это выписки и так далее, что их ребята вас кинули. Ну спасибо, все, до свидания. Они нам говорят, а вы сегодня еще куда-то пойдете? Я говорю, нет, на сегодня все. Так что на сегодня все, друзья-соратники, просыпайся, народ. До новых встреч.